Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное 11-е в 2023-2024 году занятие «Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД». Ну и вот мы уже настолько, можно сказать, просветились, имея в виду, что он существует уже много лет, наш кружок, и мы много тем изучали, некоторые повторно. Из этого не следует, что мы во всех разобрались, потому что это не такая книга, которую я прочитал раз-два, и все в порядке. Это такая книга, которая требует много раз возвращаться, обдумывать, еще раз возвращаться и так далее. То есть, чтобы это было чтение не по принципу запомнить, что я прочитал, а по принципу усвоить, по крайней мере, то, что вы изучили и изучали. При том, что мы очень давно занимались и занимаемся давно этими вопросами, но есть такие пункты, такие темы, которые требуют того, чтобы мы с ним снова обратились. Ну вот, когда говорят о диалектике, то обычно имеют в виду учения о борьбе противоположности, правильно? Не просто это какой-то рассказ, или это какая-то книга, которую нужно прочитать и запомнить. Нет, это вопрос о том, что вместо формальной логики, в науке логики, присутствует логика диалектическая. А диалектическая логика исключает то положение, которое было в формальной логике. В формальной логике требуется либо А, либо не А. А в диалектической наоборот. И А, и не А. Поэтому в диалектической логике нет равенства. Вы равенства нигде не найдёте. Какой он найдёт, скажите, пожалуйста, мне. При тщательном изучении, при чтении и так далее. Нет там равенства. А что есть? Что тут присутствует вместо равенства? Творчество и одинаковое. Творчество. А творчество это что полностью? Творчество различного. Творчество различного. А если это творчество различного, оно уже под равенство не подпадает. Правильно? Но если творчество различного. А различие это что? Различие тождественного. Различие тождественного. То есть, несмотря на то, что это широко присутствует в нашей жизни, в общественных вопросах, даже личных, и даже в отношениях между людьми, несмотря на это, это очень медленно входит в общественное сознание. Никакого равенства вы не найдёте вот в этой двухтомной книге, или, можно сказать, двухтомном издании, в котором три книги учения о бытии, учения о сущности, учения о сознании. Не найдёте. А что найдёте? Или тождество различного, или различие тождественного. То есть, вот мы, скажем, можем сказать, мы здесь вот присутствуем на кружке, мы все люди, то есть мы тождественные, правильно? Вот и, Валерий Александрович, вы не будете отказываться от почётного звания человека? Не будете. Есть такие отказники, никто не отказывается. Вот, вы как люди, мы все равны, правильно? С другой стороны, мы различные люди, различные, а раз различные, значит, мы в то же самое время не равны, как конкретные люди. То есть, тождество – это вовсе не равенство. А различие? Ну, как различаются два яблока? Если это два яблока, то они, понятно, что и то яблоко, и это яблоко, они отличаются, как различие тождественного, правильно? Это же тождественное, и это, и то яблоко, и так далее. Поэтому никаких вот точностей такого рода до десятых, до двадцатых, до сотых и прочих-прочих единиц измерения никогда не доходит, если речь идёт о категориях, вот, близких к, вроде бы, близких к таким категориям формальной логики, как равенство и неравенство. Равенство в формальной логике – это означает тютелька в тютельку, точно такое же. А если вы, скажем, высчитываете положение автомобиля и с помощью приборов, только они, вот он проехал один метр, уже другое положение, правильно? Вот, и земля вращается, между прочим. И тот спутник, который, на котором установлено это оборудование, тоже он вращается. Поэтому никакого такого абсолютного равенства здесь только, что быть не может. Вот, а что тогда есть? Вот, как к этому подойти? Вот поэтому то, что мы изучаем, вот сущность, как рефлексия в себе самой, вот о чём у нас в прошлый раз шла речь, и сегодня мы к этому обратимся специально, я думаю, что это самый вот такой трудный раздел для понимания. более трудный, чем было до него, и более трудный, чем будет после него. Потому что вопрос о вот противоречиях, о тождестве и различном, и о разрешении противоречий, и о понимании противоречий, вот это тот вопрос, который должен быть специально рассмотрен, и поэтому нужно это всё всем членам кружка внимательно прочитать. Начиная с вот первого раздела, отдела на странице 351, где говорится, сущность как рефлексия в себе самой. А что такое рефлексия? Отражение. Отражение. Это отражение. Ну вот, первая глава называется «Видимость». Владимир Алексеевич, если я скажу, что вы, по-видимому, подготовились, тут что в этом утверждении? По-видимому, подготовились? А подготовились вы на самом деле или нет? Неизвестно. А, по-видимому, подготовились хорошо. Вот. А если я скажу, что вы, по-видимому, не подготовились, вы скажете, вы что, с чего вы взяли-то? Ну, с чего вы взяли, что я, по-видимому, не подготовился? Потому что мне такое привиделось. Ну, так протрите там или очки, или глаза, промойте, в правильном случае. Почему-то вы такое взяли. То есть, я поставил вот задачу себе на этот кружок, на это заседание наше, ну, и, соответственно, для всех нас, чтобы мы пробились, наконец, к сущности, в противоречии. Потому что о противоречиях всегда говорят, как говорят о диалектике. А мы всё-то, мы это читаем, то читаем, а ведь само ядро, учение о противоречиях, оно у нас остаётся нетронутым. Мы его оберегаем. Вот надо всё-таки его раскрыть, раскусить и добраться до противоречия. А можно до них добраться сразу? Раз и противоречия. Можно или нет? Они на поверхности, эти противоречия лежат, или они в глубине? В глубине. А что на поверхности? А на поверхности видимость. Вот вам с этого... А как мы туда до них дойдём? А никакого другого способа нет, как взять эту видимость и погрузиться в неё и дойти, в конце концов, до противоречия. А потом? Ну, а потом желательно, чтобы, когда вы с ними разберётесь, с этими противоречиями, вы снова вернулись бы в тот мир, в котором мы живём, в мир явлений, правильно? И чтобы можно было их увидеть. Но мы с вами знаем, что это требует дальнейшего движения. Вот на странице 350. Есть такой очень понятный планчик. Как бы Гегель раскрывает, как надо будет изучать. Значит, вот, пожалуйста, там. Сущность, во-первых, сначала светится внутри себя самой. А что значит она светится внутри? Значит, она на поверхности особенно и не светится. То есть ещё надо до этого дойти. Раз. Или, иначе говоря, есть рефлексия. Рефлексия – это что такое? Это отражение. То есть мы, как бы, довольствуемся отражённым светом. Правильно? По идее, вот, например, я вот Валерия Александровича вижу вот там. Вот вам, в том зеркале. Это называется рефлексия. Я туда не смотрю, а его вижу. И соседа его вижу. Очень хорошо. Вот это рефлексивное чтение, а это непосредственно. Так вот, непосредственно сущность увидеть и, соответственно, непосредственно увидеть противоречие нельзя. То есть у них надо погрузиться, пройти через внешнее и погрузиться в глубину. Поэтому, вот, обращаю ваше внимание, такой очень короткий и простой планчик на странице 350. Сущность, во-первых, сначала светится внутри себя самой. Иначе говоря, есть рефлексия. Вот мы должны будем эту рефлексию разобрать. Во-вторых, она является. Это уже проехали, это после противоречия. Явление, сначала мы рассмотрим противоречия, там уже начнутся явления. А в-третьих, она открывается. А что, чем она является? А когда она, так сказать, уже мы после рассмотрения вопроса о противоречиях, вот во втором пункте, мы переходим к разделу существования, а это что такое? Это как бытие, только бытие, которое в основе своей имеет сущность, существование. Товарищ Туров, вы есть или существуете? Я есть. Есть, да? То есть через минуту вас может уже не быть, я правильно понял? Можем, но всегда может быть. А через 30 секунд еще вы протянете? Думаю, да. А вот если существуете, это пока средство существования у вас есть? Есть. И будете вы существовать. Поэтому вообще я советую вам лучше не на бытие базироваться, а на существовании. Более того. И дальше говорится о явлении. А явление имеет закон. Поэтому ваше присутствие, если здесь законно, это вы тут прочно здесь присутствуете. А вы тут являетесь сюда на занятия. Так это же явление ваше уже, а не просто так, что вы зашли и сидите. Есть разница. Вы совершенно законно, как член кружка, здесь присутствуете и являетесь. А если вы не явились, это еще не значит, что вы не член кружка. Просто у вас были какие-то особые условия, которые вам не позволили посетить. Но из этого не следует, что вы не член кружка. Ну а если вот как было бытие, раз, был человек и нет его, и все. Там очень все жестко. И вот у нас люди не пользуются вот этими более гибкими категориями и более широкими категориями. Потому что на самом деле, ну где у нас ставится вопрос, быть или не быть сегодня. Потому что всегда у чего-то какой-то кусок есть. Что-то можно еще съесть и завтра еще протянуть. И вообще без еды человек может немало прожить. Может даже 15 дней. А так, чтобы он сразу его нет, это не бывает. И так, значит, тут... Значит, сущность можно рассматривать как выступающую, наличную, выступающую. То есть она наверх выходит в наличное бытие. Или, иначе говоря, по ее существованию и явлению. А явление что предполагает? Закон. Закон. То есть вы здесь законно присутствуете? Или случайно зашли? Законно. Так это ведь, это важно же, правда? Мы так вообще, так сказать, свободно сюда вускаем, но мы присматриваемся, правда? Кто пришел сюда заниматься, а кто пришел посмотреть, а все такое, а нельзя ли здесь поживиться и так далее. Правильно? Вот, в общем, так что вот явление, вот явление уже тут не видно этой второй стороны. То есть есть, когда мы говорим о существовании, там еще есть, как бы, два уровня. Там-ка, глубинный уровень, да, и поверхностный. А когда мы говорим о явлении, тут имеется яркое проявление этих двух уровней. Одно есть закон, а другое явление. Бывает, что явления нет, а закон есть. Ну, а если нет закона, то явления нет. Правильно? Нечему тогда являться. И дальше, а дальше, как сущность, которая едина со своим явлением, это вот перспектива. Вот, когда сущность едина со своим явлением, а не так, что где-то есть глубинные законы, а наверху он проявляется. А если сущность едина со своим явлением, это что? Действительность. Действительность. И это действительность. Вот кто-то, кто действительный человек, если он выступает в соответствии со своей сущностью, тот действительный человек. А просто людей очень много. И это задает вопрос не о том, хороший он или плохой. А соответствует ли он своему предназначению, своей сущности? Если он соответствует, это действительный человек. А вот, скажем, люди, которые, так сказать, убийцы, насильники и так далее, это не действительные люди. Поэтому особенно плакать по поводу того, что как это мы вдруг их подвергнем смертной казни? Так это не действительные люди. Действительные люди, разве могут убить сто человек? И те, кто сто человек убьет, их будут сохранять, кормить. За чей счет? За счет действительных людей, которые в то время будут работать на вот этих вот людей, которые поубивали детей или других родственников и так далее. Один корреспондент «Комсомольской правды», который писал статью о том, как содержат вот этих убийц, он говорит, я-то лично против смертной казни, но в этих вот местах, с кем я не говорил, с работниками, которые там есть, они все за смертную казнь. Которым вот так там цаскаться с этими убийцами и насильниками. Ну, это вот планчик. А наша задача добраться до противоречий. Как мы будем добираться? Начнем с чего? Ну, с того, что его на поверхности. А что на поверхности? Мы сущность имеем или видимость? Видимость. Видимость имеем. Вот то, что видим, через это будем проходить. И стараться углубляться. Поэтому, во-первых, сначала надо разобраться, что если сущность есть снятая бытие, а это снятая бытия. Правильно, с отрицанием? Мы уже дошли до конца бытия, и вот теперь уже перешли к его отрицанию, поэтому сущность есть снятая бытия. Так надо определиться, что здесь поверхность, а что здесь есть глубина. И вот то, что на поверхности, это может содержать и существенное, и несущественное. Правильно? И надо это различать. А как различить? Существенное, несущественное. Ну, для этого надо обращаться к чему? Непосредственно к сущности, к самой. То есть идти вглубь. А как мы можем к ней пройти? Можем мы к ней куда-то, не с поверхности, а сбоку, справа, по блату подойти? Никак не подойдёшь к ней, кроме как через вот эту самую поверхность. Поэтому, а на поверхности что мы имеем? Видимость. Значит, надо пройти через видимость. Только через видимость можно добраться до сущности. Вот то непосредственное, которое ещё отличается от сущности, это страница 352. Есть не просто некоторое несущественное наличное бытие, но и само по себе ничтожное, непосредственное. Оно есть лишь некоторая несущность, видимость. Но раз несущность, надо нам углубляться дальше. Вот рассматривается видимость. Сначала первое, что мы можем сказать, это то, что в бытии есть видимость. И бытие в видимости состоит единственное только в снятости бытия. Мы это бытие берём только как видимость, и пока ещё, так сказать, не разобрались. И вот так как несущественно уже больше не обладают бытием, то ему остаётся и на бытие лишь чистый момент неимения наличного бытия. Раз мы уже отрицаем эту самую поверхность, отрицаем это наличное бытие, значит, видимость – это непосредственное неимение наличного бытия. Находящееся в определённости бытия таким образом, что оно обладает наличным бытием лишь в соответствии с отношением с другим, лишь в своём неимении наличного бытия. Она есть несамостоятельная, имеющая бытие лишь в своём отрицании. То есть мы эту, так сказать, поверхность терпим как поверхность, имея в виду, что мы должны её отрицать и пойти глубже. Не иметь дело не с отрицанием глубинного, а с тем, что является выражением этого глубинного, что называется сущностью. А здесь это пока, получается, несущественное. Поэтому, хотя мы поставили задачу пробиться к противоречиям, пока мы пытаемся уйти с поверхностей, углубиться в познание того, что является видимостью. Но раз это видимость чего? Раз это видимость, то это видимость сущности. Поэтому, отрицая теперь эту видимость, но я отрицаю её не вбок, как говорится, не какой-то рядом, полагая другую видимость, а отрицая то, что это только видимость, мы имеем движение погружения. Погружение куда? В сущность. Вот его непосредственность небытия, написано на странице 354, последний абзац. Непосредственность небытия. Очень интересная формулировка. Непосредственность небытия. С одной стороны, оно его нет. Это небытие. А с другой стороны, оно непосредственное. То есть, это небытие, как непосредственное. То есть, небытие выступает как бытие. Вот тут, на поверхности. А мы хотим пробраться туда, где всё-таки небытие выступает как небытие. А не как бытие. Так вот, есть как раз то, что составляет видимость. А нам нужна не видимость, а бытие есть небытие в сущности. Его ничтожность в себе есть отрицательная природа самой сущности. Природа сущности отрицательная, а поэтому мы ко всем видам бытия, которые на поверхности, относимся к сотрицаниям. И говорим, что надо через это пройти, углубиться, добраться до самой сущности. Бытие сохранилось в сущности, поскольку последняя в лице своей бесконечной отрицательности обладает этим равенством с собой. Раз равенство с собой есть, оно, значит, сохранилось. Благодаря этому сущность сама есть бытие. Непосредственность, которой определённость обладает в видимости по отношению к сущности, есть поэтому ничто иное, как собственная непосредственность сущности. То есть это мы связь установили между этим бытием и сущностью. Но не сущая непосредственность, а безоговорочно представленная, опосредственная или, иначе говоря, рефлексированная непосредственность. Это что такое рефлексированное? Что такое рефлектор? Отражатель. Это отражённое. То есть то, что мы имеем на поверхности, есть отражение сущности. И мы уже, наверное, пути, уже с отражением сущности мы имеем дело. Теперь надо за него вцепиться и добраться дальше. Вот два момента уже имеются. Ничтожность, но как устойчивое наличие, и бытие, но как момент. Посмотрите, какие интересные моменты. Ничтожность, но как устойчивое наличие. Вы утверждаете, что тут нет никакой сущности? Вот это да, устойчивое. И бытие есть, раз это его форма, но лишь момент. Он есть, и тут же его и нет. Иначе говоря, в себе сущая отрицательность и рефлектированная непосредственность. 355 страница. Составляющие моменты видимости. То есть в моментах видимости мы начинаем разбираться. Раз уж там ничего другого не дано, кроме того, что есть на поверхности, мы нашли теперь в самой видимости то, что относится не к видимости, а к её отрицанию. А то, что относится к отрицанию видимости, это что? Сущность. Сущность. Вот. Надо как пойти. За что-то зацепиться, от чего-то отрицать что-то, отключиться и так далее. Это моменты стало быть самой сущности. Нет видимости бытия в сущности или видимости сущности в бытии. Видимость внутри сущности не есть видимость некоторого другого, а она есть видимость в себе, видимость самой сущности. То есть видимость есть сама сущность в определённости бытия. То есть она вот в такой определённости выступает. А вам надо её в определённости отрицания увидеть. И тогда она будет в соответствии с тем, что эта сущность – отрицательная категория. Поэтому нам надо перейти к отрицанию. Вот давайте будем смотреть, как Гегель тут переходит к этому. «Ибо сущность есть самостоятельная, то есть опосредствующая себя с собой через своё отрицание, которое есть она же сама. Она есть, следовательно, тождественное единство абсолютной отрицательности и непосредственности». Единство абсолютной отрицательности и непосредственности. Отрицательная есть отрицательность в себе. Отрицательность в себе – это равенство с собой. Равенство с собой даёт это бытие. Это бытие, как небытие сущности. Тождественное единство абсолютной отрицательности и непосредственности. Отрицательность есть отрицательность в себе. Видимость есть отрицательное, обладающее бытием. Это предпоследний абзац на странице 355. Обладающая бытием, но в некотором другом, в своём отрицании, она есть та несамостоятельность, которая в самой себе снята и ничтожна. То есть видимость снята и ничтожна. А чем она снимается? Сущностью. Сущность не снята и не ничтожна. Таким образом, она есть возвращающаяся в себя отрицательной. Это соотношение отрицательного или несамостоятельности с собой, есть его непосредственность. Соотношение с собой – это равенство с собой. Это, или тоже, если лучше сказать, это соотношение есть некое другое, чем само это отрицательное. Оно есть определённость последнего по отношению к себе. Или, иначе говоря, оно есть отрицание по отношению к отрицательному. Но отрицание по отношению к отрицательному есть соотносящаяся лишь с собой отрицательность. Абсолютное снятие самой определённости. Стало быть, та определённость, которая представляет собой видимость внутри сущности, есть бесконечная определённость. Мы всё время отрицать будем её. Она есть лишь сливающаяся с собой отрицательная. Она есть таким образом та определённость, которая как таковая, есть самостоятельность и неопределена. Это отрицательность, которая тождественна с непосредственностью. И таким образом и непосредственно с тождественной отрицательностью есть сущность. Вот сущность тут. Вот мы начали, схватились за эту поверхность. Это не такое, не обычное бытие, а бытие, которое отрицается. Бытие, которое чем отрицается? Сущностью. Потому что это бытие сущности. И поэтому вот это бытие, которое мы берём, и берём как тождественной с отрицательностью, есть сущность. Видимость есть, стало быть, сама сущность. Но сущность в некоторой определённости. Однако таким образом, что эта определённость есть лишь момент. И сущность есть излучение своей видимости внутри самой себя. Вот тогда мы на эту самую видимость смотрим на то, что она действительно излучение сущности, а не некий-то, а совершенно самостоятельная какая-то видимость, просто под названием видимость. Это видимость сущности. Это сущность как видимость. Товарищ Туров, вы в своём свитере как видимость, Туров? Или как сущность? Как видимость. Как видимость? А вы могли бы и другую надеть одежду, правда? А сущность ваша от этого поменялась бы? Не особенно. Не особенно. Вряд ли она поменялась бы, правда? В сфере бытия, объясняет Гегель, возникает противоположность бытию как непосредственному небытие. Равным образом, как непосредственное, их истинно и служит становление. Бытие и небытие. А в сфере сущности оказываются сначала противопоставленные сущности и несущественные. А затем сущность и видимость. Несущественные видимости как остатки бытия. То есть, когда мы уже находимся в сфере сущности, мы на явление смотрим, то есть на поверхность смотрим, на несущность смотрим, как воржение сущности, а не просто так. Вот вы зачем оделись? Чтобы от холода или для того, чтобы на кружке находиться? Ну, с одной стороны, вроде бы и от холода. Но, с другой стороны, цель, так сказать, вашего пребывания здесь не в том, чтобы по дороге сюда не замерзнуть, а цель всё-таки была в том, чтобы здесь, так сказать, выдержать эти самые полтора часа и при этом, так сказать, сохранить ясное понимание того, о чём идёт речь. То есть, сущность сначала берётся, как некоторое непосредственное. То есть, нельзя сущность сразу схватить. Сущность не берётся так. Если я что-то взял, это не сущность. А вот когда я уже это отрицаю, вот тогда уже тут... Потому что вот я вот сейчас схватил, что, часы. А сущность часов в том, что в этом железе, что ли, которое тут вот у меня-то так, и соответствующее ему оборудование, да. Но разве это сущность часов? Нет. Сущность часов в том, что они ходят. Вот уже пружинка, которая тут заводится, она уже ближе к сущности. Но поскольку её заводит кто? Человек. Я её завожу. То я ещё ближе к сущности, чем вот эта пружинка. Потому что эта пружинка дальше сейчас от сущности. Потому что если я её не поставлю по часам, если вот они остановились, то они уже как часы вообще недействительны. Вот. Сущность содержит в самой себе видимость как бесконечное движение внутри себя. Почему бесконечное? Да потому что всё, что мы берём, как бытие, то, что нам попадается, всё, что нам кажется изображением сущности, всё это не то. Вот спрошу я у Володи, а вот очки – это он или не он? Он скажет – нет, это не я. А прическа – это Володя? Это ты или не ты? Прическа. Чего тебе знать? Вроде можно и подстричься, а можно отрастить больше и так далее. То есть всё, что не будет. Даже вот если так вставить, ну ухо, вот мочка уха, она сущность или не сущность? Ну, как говорится, трудно даже сказать в этом смысле. А? Вряд ли это к сущности относится, так сказать. Ничего страшного не будет, некоторые отягощают себя такими тяжёлыми, тяжёлыми украшениями. И ничего, сущность сохраняется. Несущественно есть лишь видимость, и сущность содержит в самой себе видимость, как бесконечное движение внутри себя. А почему? Как бесконечное движение внутри себя. Почему? Потому что, которое определяет её непосредственность как отрицательность, и её отрицательность как непосредственность. Потому что, если вы берёте какое-нибудь непосредственное, то это не сущность, все время приходится вам отрицать. То есть поверхность – это все время то, что нужно отрицать. А с другой стороны, всякое бытие, которое вы берете, оно отражает сущность, и поэтому вам нужно отрицать ваш вывод о том, что это не сущность. Но это и в то же время, это и сущность. Но как что? Сущность как видимость. Скажите, человек, как вы тут не ходите туда-сюда, но вы все равно вот эту двухступенчасть не уберете. Это не то, что было на личном бытии, на личном бытии и все. А там в нем где-то там отрицание. А здесь вот либо это явление, либо на поверхности, либо это в глубине, в сущности. И это все, вот сущность в этом своем самодвижении есть рефлексия. Это написано на странице 356 перед буквой «С» рефлексия заголовок. То есть ее отрицательность берется как непосредственность, и таким образом есть излучение своей видимости внутри себя. То есть поверхность – это такое средство излучения сущности. Сущность в этом своем самодвижении есть рефлексия. Вот дальше разбирается уже рефлексия. А мы хотим с вами попасть к противоречиям, и на дороге, и вот встретилось это, и мы пройти помимо рефлексии, а так обойти, и там перелистнуть, и попасть. Вот, я скажу, противоречия. А получится, что-то мы не вывели, а прыгнули туда. А раз мы прыгнули, это бытие. Не будет этого сущности, и мы не поймем, что такое сущность. Вот, значит, вот дальше идет разбор этого рефлексии. Вот, серьезно, Гегель начал заниматься рефлексией, потому что что такое рефлексия? Это отражение. Чего? Сущности. То есть он, на самом деле, уже хвостик схватил за сущности. Раз это отражение сущности, если копаться с этой рефлексией, ну, это все равно, что вы все ближе и ближе приближаетесь к этой сущности, к пониманию этой сущности. Правильно? Раз это рефлексия. Видимость есть то же самое, что рефлексия, но она есть рефлексия как непосредственная. То есть рефлексия, вот это, только как непосредственная. Вам надо рефлексию как рефлексию. Вот к чему вы должны прийти. Так. Для видимости, ушедшей в себя, И, следовательно, отчудившись от своей непосредственности, мы имеем иностранное слово «рефлексия». Иностранное слово «отчудившее» тоже интересно. Вы чего отчудили на своем кружке? А вот стали рассматривать вместо этого самого непосредственного бытия рефлексию. В сущности есть рефлексия, движение, становление и перехода. Рефлексия же — это отражение. Становление и переход, остающееся внутри себя самого. Движение, в котором различенное, определено, безоговорочно, лишь как в себе отрицательное, как видимость. А что делает зеркало? Оно всё время отрицает. Вот вы подойдёте к зеркалу, вы посмотрите? Все замечали, что если у вас значок с левой стороны, то будет он справа. С правой. Но это вообще безобразие, конечно. Что это за зеркала такие? Что это отражение, искажение? Вот я сюда повесил сердцу, она меня показывает на правой стороне. Вот прямо сейчас. И вы, если хотели посмотреть в своё левое ухо, оно будет правым ухом. Вот в чём дело. Вот это отражение, рефлексия. Поэтому рефлексия, именно потому что это отражение, всякое отражение, которое есть, да, самые хорошие зеркала, если вы берёте, не такие кривые. Там, где приходят тонкие, там вот такой толстый зеркаль, или приходят толстые, он такой худой. А вот, или он приходит прямой, а изображается кривым. Потом люди, значит, там хохочут и хохочут. Но деньги с них берут. Потому что это сущность этого заведения, а вовсе не смотрение в зеркала. А сущность в том, что вот денежки с них собрали и, так сказать, на что потратили, на что нужно. Так вот, сущность есть рефлексия, движение, остановление и перехода, остающегося внутри себя самого. Не то, что вы вот перешли и всё. Вы никуда уйти не можете. Вы в сфере сущности. Куда вы можете бежать? Некуда бежать. Там было от бытия, вы перебегали к ничтоу. От ничто перебегали к бытию. Бегали, бегали. Это было становление. Но становление мы уже проехали. А это уже здесь, мы берём в сущности, верхний этаж – это вот явление, и нижний этаж – это сама сущность. Но они же соединены, они же не так отрезаны, что вот это вот нижнее никак не выходит. Она выходит всё время на поверхность. Но надо просто не забывать, что это. Ну вот вы рыбу ловите. Вы же смотрите не на рыбу, а на поплавок. Если поплавок дернуть, что надо делать? Это что означает? Что уже, значит, зацепила эту. Или гугой, так сказать, взяла крючок рыбы. Что надо делать? Это подсекать. Не будете подсекать, а будете наблюдать. Она съест ваши запасы, которые туда вы прицепили, и уплывёт. Думаете, она будет хватать этот ваш голый крючок? Не будет. А потом вы вытаскиваете, смотрите, только такой жирный человек был. А сегодня опять ничего нет. То есть это потому, что вот подсечь надо, как вот это закрепить. Становление бытия лежит в основании определённости бытия, и она есть в соотношении с другим. Напротив, рефлектирующее движение есть другое, как отрицание в себе, обладающее бытием лишь как соотносящиеся с собой отрицание. То есть такого бытия, которое было бы просто бытием, тут уже вы не найдёте. Не найдёте. Ну, это, наверное, и хорошо. Вот вы бы хотели, так сказать, быть человеком без внутренностей? Не хотели бы. А внутренности без человека, если они вот будут бытие, тоже никто не... Но ещё куриные внутренности могут ещё продать. Ну, больно будет существовать. Да. Вот, поэтому рефлектирующее движение есть другое, как отрицание в себе, обладающее бытием лишь как соотносящиеся с собой отрицание. Или, иначе говоря, так как это соотношение с собой есть, как раз указанное подвергание отрицания отрицанию, то перед нами отрицание как отрицание, как нечто такое, что имеет своё бытие в своей отрицаемости. Но если это отрицаемое отрицание, ясное дело, что это бытие тоже даёт. Вот, в своей отрицаемости оно отрицательности, в этой отрицаемости оно равно самому себе, и это в этом смысле имеет своё бытие. Как видимость. Вот оно как видимость и есть. То есть видимость, это же... Вы сразу говорите, что это видимость, что это отрицание, это не сущность. Но эта видимость у вас на поверхности, она выступает как бытие, а вот как раз сущность, то не выступает как бытие. Она выступает как нечто отрицательное. Но это отрицательное представлено вот этим вот бытием, которое является отрицанием сущности. Ну пусть хоть отрицание. Так вот, потому что это вот ваше отражение в зеркале, это не вы. Но никакого другого способа вам, если нужно побриться или причесаться, если вы будете смотреть сами на себя, как вы на себя сами посмотрите, я не знаю. Только вот через зеркало. А зеркало, во-первых, это не вы. И изображение в зеркале это не вы. И вообще у вас, так сказать, как право-лево поменялось. Это вам всё равно? Вот, тут очень сильно. Так. Другое есть здесь, следовательно, не бытие с отрицанием, как было в учении о бытии. А здесь всё перевёрнуто. Или границы. А отрицание с отрицанием. Вас это пугает, отрицание с отрицанием? А вот отрицание с отрицанием вас как раз и не пугает. Если это отрицание с отрицанием, то мы знаем, что отрицание, отрицание есть что? Утвердение. Поэтому здесь есть ваше утверждение, но через отрицание. То есть вы в зеркало-то посмотрите, только не думайте, что у вас этот значок, который с левой стороны, что он на правой стороне. Вы посмотрите, там нет ли у вас каких-то пятен. Если они будут на правом щеке, а не на левом, это не важно. Важно, чтобы их не было. Но первое по отношению к этому другому, непосредственно, или бытие, есть лишь само это равенство отрицания с собой. Вот к чему мы пришли. У нас всегда было равенство, всегда понималось, что бытие равно бытию. И до того уже мы дошли, что это уже похоже на детские забавы. Допустим, Степан Степанович, это Степан Степанович. И что мы этим сказали? Не знаю. Вы углубились в смысл этого высказывания? Да. Мордовин – это Мордовин. Еще бы не хватало, чтобы он был не Мордовин, а черте что. Я – это я. И что вы этим хотите? То есть, то, что нам казалось таким вот выигрышным, даже действенным, бытие и так далее, оно, вот с точки зрения уже учения о сущности, становится какой-то глупостью. Когда вы одно и то же повторяете, и у вас тогда было движение от одного к другому, по поверхности. бытие, бытие, качество, количество, мера и все. Качество, количество, мера. Больше ничего вы не получили. И вот тогда вы углубились в сущность, тогда уже здесь вот пошел другой разговор. А равенство отрицательного с собой – это что будет? Это будет бытие. Правильно? Ну, раз отрицательное. Отрицательное. Отрицание, отрицание – это бытие дает. А не так, что просто бытие, бытие, бытие. Равенство отрицания собою. Подвергшееся отрицанию, отрицание. Абсолютная отрицательность. Абсолютная отрицательность – это плохо или хорошо? Неплохо. Неплохо, да? Вот, например, вот мы сейчас отсюда уйдем, и все это будет выключено, вот. То, что у нас висит свет. Ну, и большая часть времени вот в этом помещении, что, а света этого нету. Поэтому, когда мы его включаем, это отрицание того состояния, которое было. Правильно? Да. И мы на этом отрицании настаиваем. А потом мы второе отрицание делаем, когда уходим, и переводим эту аудиторию в прежнее состояние бытия. А в чём сущность этой аудитории? А в том, что ней занимаются. А сущность – это не связано с электричеством, и не связано с тем, какой свет подаётся, какие лампы и так далее. То есть создаётся условие для того, чтобы мы можем было заниматься другим делом. Это никаким образом напрямую не связано именно со стенами и потолком. А свет нужен. И свет может, у нас сколько тут аудитории, и все занимаются самыми разными делами, как вы видите, вот в этом здании, в этом помещении. Так, вот выводы, которые уже делает Гегель на странице 357. Какие тут интересные вещи. Становление в сущности и её рефлектирующее движение. Есть по этому движение. Какое? От чего к чему? От ничто к ничто. От ничто к ничто. Вот совершенно правильно. Когда мы говорим о бытии, это движение от бытия к бытию. Но, как вы понимаете, становление – это содержательное такое движение, да? Становление, переход в иное, иное, нечто иное. Там есть противоречия. А если вы просто рядом будете ставить одно бытие, второе бытие, третье бытие, это как числа. Один, 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 один. И что? Ничего. То есть вот здесь движение, форма движения в сущности какая? От ничто к ничто. Потому что в сущности есть отрицание бытия. То есть вид. Какой вид имеет сущность? Вид – ничто. Поэтому движение есть от ничто к ничто. От одной сущности к другой сущности. Или от сущности менее развитой к сущности более развитой. От себя к себе. От ничто к ничто. И вследствие этого движения назад к самой себе. Потому что от ничто к ничто – это к самой себе. А вот те, кто пришли сюда заниматься. Вы пришли, чтобы остаться этими людьми, которыми вы являлись, когда сюда пришли, или стать совсем другими людьми? Иногда люди говорят, вот я позанимался и стал совсем другой. Вы подумайте над такими вопросами. Совсем другой уже домой опасно приходить. Могут не пустить, а могут и отправить, а могут и побить. Но если вы совсем другой, подумайте, что вы говорите. И если еще будете доказывать дома, то еще в сумасшедший дом поведут. Если будете доказывать, что вы совсем другой. Вот беда. Так вот, поэтому здесь движение от ничто к ничто, ничего не другое. То обстоятельство, что оно есть отрицание некоторого ничто, и составляет здесь бытие. А почему составляет бытие? То есть здесь бытие не сразу получившееся, то, что есть. А отрицание – отрицание. Отрицание – отрицание. Это же бытие. Два отрицания дают утверждение. Бытие дано здесь лишь как движение ничто к ничто. Таким образом оно есть сущность. Вот от ничто к ничто вы и двигаетесь. Хоть это выглядит не очень красиво. Что вот, чем вы тут занимались на занятиях в кружке? Да вот двигались от ничто к ничто. И чего? Для чего вы пришли? Очень успешно двигались. Продержались полтора часа. Михаил Васильевич, первое отрицание – это получается. Мы двигаемся в углубь, а от видимости к сущности – это первое? Нет, а дальше мы не выныривать должны из сущности, а двигаться от одной категории сущности к другой категории сущности. Все категории сущности имеют какой вид? Ничто. Ничто. Поэтому двигаемся мы от ничто к ничто. Но вот это первое ничто, как говорится, и второе. Ну, у них есть имя. Только мы еще никак не можем… Как мы можем с вами назвать, когда мы никак еще не продвинулись? Поэтому пока вот уже сказали, что вот есть становление здесь такое. Становление в этом переходе. Вот какой это переход? Переход – это вот еще вот такая фраза есть. Переход со снятием перехода. У Гегеля. Очень хороший. То есть, с одной стороны, вы перешли, а раз снятие перехода, то вы перешли не от ничто к бытию, а от ничто к ничто. Никуда вы отсюда не ушли. И это и хорошо. То есть, если вы вылезли на поверхность, а вы там в забое были, то вы можете по поверхности походить. А если вы зашли в забой, то если вы опять будете сразу выходить на поверхность, то работы никакой не будет. То есть, работать надо там. А это там движение от ничто к ничто. Это вот от одной было ничто. Одно подземелье, а вы с ней делаете другое подземелье. А потом в этом подземелье еще третье установят ничто. То есть, ничто по отношению к тем оборудованию, к тому оборудованию, которое на поверхности. Это вот на поверхности бытия, а там ничто. Таким образом, оно и есть сущность. Потому что движение от ничто к ничто – это движение сущностное. Почему сущность? Потому что сущность – это снятое бытие, то есть отрицательное бытие. А другими словами, сущность – это, короче, ничто. То есть это снятое бытие. Это же отрицание бытие, а бытие – это что? Значит, ничто – это отрицательное бытие. Поэтому вот такое движение. А к этому мы совершенно не привыкли. Я, конечно, обдумывал, как это можно преподавать и как это можно рассказывать. Но это встречает такие трудности в смысле изложения, чем я сейчас занимаюсь. И вы можете потом почитать и тоже подумать, а как бы вы изложили это дело. И в смысле понимания. Но, с другой стороны, вы понимаете, что если мы попали в сферу сущности, так не надо возвращаться, даже жалко, смотрите, сколько уже изучено. А вдруг опять попадешь туда, а оттуда уже тоже нескоро выйдешь. Когда начинаешь сначала с бытия. А мы уже в сфере сущности. А в сфере сущности движение от одного ничтого к другому. То есть от одного отрицания бытия, то есть от одной сущности, к другому отрицанию бытия, к другой сущности. От сущности к сущности мы идем. Под кровом этого бытия. А туда не вылезаем наверх. Вот эта чистая абсолютная рефлексия, которая в движении от ничто к ничто определяет себя как полагающая рефлексия, как внешняя рефлексия и как определяющая рефлексия. И вот идут разные виды рефлексий. И вот здесь, это вы почитаете про рефлексии, на странице 359. Рефлектирующее движение, стало быть, следует понимать как абсолютный обратный толчок внутрь самого себя. Ибо предполагание возвращения в себя, то есть чего происходит сущность, представляющая собой лишь это возвращение в себя, имеет бытие лишь в самом возвращении. Если вы только уйдете, так сказать, совсем на поверхность, в бытие, уже вы тогда не в сущности. Значит, вы с одной стороны вроде хотите поглядеть назад, но для того, чтобы двинуться вперед, а значит еще одно – ничто. Ничто от ничто к ничто. Движение, как поступательное шествие, оборачивается непосредственно в самом себе, и лишь таким образом оно и самодвижение. А самодвижение, вы понимали, от движения от Иванова к Петрову? Или от движения от Иванова к Иванову? Вот вы, вот у вас есть имя, отчество, вы же развиваетесь? Или я вместо вас развиваюсь? Или я вам что-то вставить должен? Какие-то вот сюда, какие-то клетки, так сказать. Вы зачем пришли? У нас тут нету долбежных инструментов, чтобы вставлять в череп. Так что идите, а послать я вас могу, идите от ничто к ничто. И мне за это ничего не будет. Ничего еще и не будет. Представляете, тоже двойное отрицание. Как вам нравится высказывание. Мне за это не будет ничего. Не будет что? А не будет ничего. Это нам непривычно. Почему? Потому что до этого, как в известном романе, редко какая птица долетает до середины Днепра, так и здесь. Редко какая птица, изучающая науку логики, долетает до учения о сущности. И до вот этих вещей, до которых мы добрались. Поэтому, как говорится, прошу меня извинить за возможное, так сказать, непонимание. Или некоторые могут воспринять это так, что их недостаточно уважают. Так вы бытие? Или так, вы бытие или сущность? Бытие. Ну, а форма-то не бытие получается. То есть я, это называется, как сейчас, аутизм, да? Дескать, все, куда-то вылетел в аут. Так. Движение, как поступательное шествие, оборачивается непосредственно в самом себе, и лишь таким образом оно и самодвижение. Движение, исходящее из себя, а не из какого-то нечета, другое нечета от себя к себе. Вот это понятно, по-моему. Ну, если это Мальцев развивается, то он не от Попова к Мальцеву развивается, а от Мальцева к Мальцеву. Если Степан Степанович, так он, от Степана Степановича к Степану Степановичу. Если Валерий Александрович, так он, неужели он покинет Валерия Александровича и будет от кого-то другого идти? Он будет идти от Валерия Александровича к Валерия Александровича, и будет стоять на этом твердо. Никуда с этой линии не сойдет. Вот это, то есть тут, с одной стороны, это довольно странно звучит, А с другой стороны, странно, после того, как это почитаешь и подумаешь, странно звучит, как люди понимают вообще движение, развитие. Они это понимают, как всё время какой-то переход от А к Б, от бытия к ничтому, или от ничтого к бытию. А от самого движения, от ничтого к ничтому, от одной сущности к более глубокой сущности, они это не видят, не знают. А потому что это требует изучения. Потому что где это ещё написано? А нигде. Нигде это ещё не написано. А вот даже товарищи такие, как Маркс, Энгельс и Ленин, они призывают это изучать. Но они не говорят, читайте только нас. Потому что там ни у Маркса это вот не изложено так. Ни у Энгельса, ни у Ленина. Или как у Энгельса говорится, от трёх законов диалектики. Но это, так сказать, как-то их вот взяли, эти три закона, вытащили их из общего движения, и они получили закон о бытие. А это не закон о бытие, это закон о сущности. Особенно закон отрицания, отрицания. А, кстати, закон – это что вы это сказать? Это же сущности. Категория сущности или категория бытия? Сущности. Что такое закон? Спокойный, в явлении. А явление – это категория чего? Сущности. Поэтому, ну, нигде классики не призывали, дескать, если вы что-то найдете сущностное, то переходите в наличное бытие. Нет такого, наоборот. Или сущность государства, говорит Ленин. В чем сущность государства? Это диктатура господствующего класса. А где она? А то, что вы смотрите, видите на поверхности. Вы видите там органы власти, правительство, выборы, чиновников вы видите, да, решения соответствующие. А сущность? А сущность – это осуществление интересов господствующего класса. А это отрицание этого всего. Это все это вот. Ну, а фашизм? Фашизм и есть, это же идеология и политика крупной империалистической буржуазии. И крупная империалистическая – это финансовый капитал. А финансовый капитал – это такой банковский, который подмял уже все эти крупнейшие монополии, съел их. Он же изучал их, прежде чем дать кредит. А раз изучил, он же потом и скупил. Все скупил, и вот теперь он господствует. Вот финансовый – это террористическая, открытая теоретическая диктатура финансового капитала. А террористическая что значит? Ужас наводит. Ужас. Ну, вот мы же наблюдаем, какие есть способы наведения ужаса. Какие-то применяют граждане, когда бьют по мирным жителям, когда взрывают какие-то общественные собрания. Скажем, если брать обычную войну, которая есть, продолжение политики и иными средствами. Но это вроде как фашизм не проявляется. А фашизм проявляется как раз в том, что террор, ужас наводится на население. Террористическая диктатура. Так, ну так вот, что мы получили? Что рефлексия есть и она сама, и ее небытие. И она есть она сама, лишь будучи отрицательным себя. Вот это тоже. Вот все члены кружка могут такое понять, что вы вот можете себя сохранить, будучи отрицательным самого себя. Согласны с этим? То есть вы можете сохранить себя, только продвигаясь дальше вперед, изучая дальше. Правильно? От чего? Кому вы идете? От себя? Кому? От себя. К себе. Такое движение от себя к себе – это не движение от нечто к иному. И движение от небытия к вытию или от бытия к ничтому. Ничего подобного. Это от себя к себе. Но это у вас причем умственное движение, или вы на лбу будете писать? Иду от себя к себе. Не будете писать? Не будете вытаскать? Вы тоже между зеркалами ходите. А? Ходите между зеркалами? С зеркалами. От себя к себе. Надо вот сюда еще повесить. Да, да, да. Ходить туда. А там много будет. Они же тут еще будут, у них там свое внутреннее отрицание. Там много будет таких у вас. Много мордовина. И так и до бесконечности. Это толковое мысль. Почти вечная жизнь. Таким образом, рефлексия определена. То есть, вот мы на чем бились. Рефлексия. А что такое рефлексия? Отражение. А что отражается? Да, отражается и бытие, и сущность. И то, и другое. Отражается. Все отражается. Поскольку она по этой определенности имеет некоторые предположения, начинается с непосредственного, как с ее другого, поскольку она есть внешняя рефлексия. Вот если она начинается, это отражение с непосредственного, то это внешняя. Мы уже тут внутри копались. Но он все-таки тут решил сначала разобраться с внешней рефлексией. Рефлексия как абсолютная рефлексия и сущность, светящаяся видимостью в себя собой. И предполагает в себе только видимость, положенность. Она как предполагающая, есть непосредственно лишь полагающая рефлексия. Но внешняя реальная рефлексия предполагает себя как снятую, как отрицательную себя. То есть начинаете вы с отрицания своего вот этого ничто. С отрицания ничто. Или вот говорят, что внутренний мир человека. Это что такое? Это не как вы выглядите, что у вас, так сказать, какой лоб, какой цвет глаз. Кишки. А? Внутренний мир человека — это кишки. Кишки, да, вы думаете? Ну, никто так и считает. А это на личное по себе не пойдет. Надо отрицать это все. Вот это все телесное, нужно отрицать. А взять и все духовное, умственное. Тогда мозги. Мозги. Почем килограмм мозгов? Слухи мозгов. Вот Гегерю было это трудно все излагать. Это видно, потому что он это многократно повторяет, это как-то разжевывает, потому что он понимает, что это трудно усваивается. И вот мы давно тоже изучаем, но вот мы вот эту область, связанную с сущностью, мы не очень ее. Он себя еще укрепляет. А? И себя еще он укрепляет, конечно. Вот у нас есть определяющая рефлексия, пункт 3, страница 362. Определяющая рефлексия есть вообще единство, полагающая и внешняя рефлексия. Полагающая это от одного идет куда-то, а внешняя извне к себе. То есть он тут распределяет. Определение рефлексии отлично от определенности бытия, от качества. Вот он на странице 363. Все пытается объяснить, что это не надо повторять то, что у вас было в учении о бытии. Хорошо, что вы изучили учение о бытии. Знаете, что такое качество. Отлично это не качество. Потому что качество это что? Это не что принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. А это тут вообще не качество. Последнее есть непосредственное соотношение с другим вообще. Равным образом и положенность есть соотношение с другим, но с рефлексированностью в себя. Не забывайте рефлексировать в себя. То есть это вот это вот. То есть обязательно должна быть рефлексия. То есть надо все время оставаться не на поверхности, а под землей. Лучше всего должны понимать метростроицы это, я считаю. Они вот случайно сюда попадают, на поверхность, и чувствуют себя здесь не в своей тарелке. А там они чувствуют себя, когда еще в руки взяли соответствующее оборудование, средства производства. Я думаю, что это очень помогает изучению сущности. Определение устойчиво, наличное здесь не через бытие, а через свое равенство с собой. Но отрицание может быть равно с собой? Может. Может. Вот я каждый раз отрицаю свои старые знания и пополняю знания, я уже другое. Я потом еще раз отрицаю и еще раз отрицаю. И так через это отрицание и двигаюсь. Если я не буду отрицать, а что я буду делать? Как-то их прибавлять куда? Сюда повесить. Мне же надо в голову это все заложить. Отрицание. Мозг. А мозг, это только кажется, что это какое-то бытие. На самом деле мозг, это ваш внутренний мир. Его надо взять именно как внутренний мир, а не так, что вы сделаете операцию и туда что-то... Определение рефлексии есть положенность как отрицание. Как отрицание. Отрицание, имеющее своим основанием подвергнутость отрицанию. И, следовательно, не неравное себе, самому себе, а тем самым оно и существенное «я», а не приходящая определенность. Вот за что он борется. То есть то, что вы отрицали и сказали, сразу к этому пришли, оно потом отрицает себя и пропало. А здесь, если вы дальше отрицаете, и снова отрицаете, и снова сохраняете это. То, что отрицание не приводит к наличному бытию. Отрицает одно, так сказать, одну какую-нибудь сущность другим. Вот тут даже он говорит определённые сущности. В силу этой рефлексии в себя определённые рефлексии, определение рефлексии представляются свободными, витающими в пустоте, не притягивающими и не отталкивающими друг к другу определёнными сущностями. Весенхайден. Это страница 364. В них определённость укрепилась и бесконечно фиксировалась через соотношение с собой. То есть вам вообще знания надо где держать? В тетрадке, в книжке, записывать, запоминать память. Или надо разобраться в этом, чтобы они держались у вас где? В уме. Правильно? Вот что такое усвоить диалектирую? То есть отрицать её внешний такой характер, что она или из этой книжки появилась, или из выступления моего на кружке, или из выступления своих товарищей, или из ваших каких-то мыслей, которые вы сказали. Но она, вы в своём развитии, в своём мозге, диалектическом развитии, вы двигаетесь от чего? От головы к голове или от ума к уму? Ум-то же отрицание мозга. Это не мозг. Мысль – это мозг или не мозг? А? Не мозг. Сознание есть свойство материи. Свойство материи. Из-за этого свойства – это отрицательное. Оно не материя. Но оно и свойство материи. Вот мозг, да, мысль, так сказать, она рождается в мозгу или попадает в мозг, и так далее, каким-то через органы чувств. Но само движение мыслей, не надо путать с движением, так сказать, мозга. Мозг, между прочим, снаживается кровью, могут сделать трепанацию мозга и так далее. Что хочешь, бывает. Бывает ранение соответствующее. Но развитие мысли – это то, что является свойством высокоорганизованной материи. Вы что развиваете? Свойство. А свойство – это что? Это утверждение? Это то же самое, что мозг, или это его отрицание? Отрицание. Отрицание. Потому что свойство материи – это не материя. Ну вот мозг – это ещё материя, а уже мысль в мозгу. Она же не… Вот как некоторые считали, такие философы были, Бюхнер, Фокт и Малишот, что мозг вырабатывает мысль, как печень вырабатывает желчь. Ну вот это примитивные, вульгарные, так сказать, материалисты. Бюхнер, Фокт. Это 19-й век. Да? И что? Да хоть век-то 19-й, но с точки зрения освоения диалексики мы недалеко ушли. Ну, они как бы… Или даже наоборот, мы с вами с этим кружком очень далеко ушли, потому что я вот сейчас вижу, где-то в интернете соревнующихся уже нет. С кем? А с тем, кто какие-то занятия проводит по науке логии? Да они там умерли 10 лет назад, и всё почти. Ну, может быть, не 10, но они как-то поумирали, потому что они как-то вот там попроводглашали какие-то дривиальные вещи, а вот такого углублённого, наверное, они испугались, что они будут отрицанием самого себя. Это как самоубийство для них. Страшное дело. Вторая глава. Определённые сущности или определение рефлексии? Рефлексия. Есть определённая рефлексия. Тем самым сущность есть определённая сущность. Ну, тут ничего тут не попишешь, это понятно. Рефлексия есть свечение сущности в себе самой. То есть не уходите вы куда-то в бытие, а в самой сущности это должно быть. Сущность как бесконечное возвращение в себя. Бесконечное – это значит, что не так, что вот на каком-то 1327-м шаге значит, она уже не вернётся. Нет. Всё, так сказать, движение сущности от себя к себе. Ну, это, с одной стороны, кажется таким сначала диким, странным, но, например, любой член кружка прекрасно понимает, что он когда здесь сидит или не здесь, а просто работает над вот этой проблемой изучения диалекции, он какое движение совершает? От себя к себе или от себя ко мне? Или от себя к книге? Или от книги к себе? Что у него? Какой процесс-то идёт? От себя к себе. Где? В мозгу. А всё остальное вспомогательное. И то, что вы послушали, и то, что вы почитали, и то, что вы второй раз почитали, или сто второй. Всё равно это движение, это всё направлено на то, чтобы это отрицается, и в итоге должен развиться мозг. То есть в мозгу должно быть это мысленное должно быть движение. Где у вас эта наука логики будет? Где у вас будет диалектика? Она у вас должна появиться как диалектическое мышление. Или как некоторые, которые ловят мышей, говорят мышление. Мышление, мышление. Причём это странно, вот вроде люди начинают говорить о философии, и вдруг такие высказывания. А сущность есть, во-первых, простое соотношение с собой, самой. Вот он подчёркивает всё время, Гегель, можно сказать, что он надоедает. Сущность, это вот не... Ваша сущность не во мне, товарищ Мальцев, и ваша сущность тоже не во мне. А вдруг? А вдруг? Ну, это вы обдумайте нам. Поедете на трамвае, подумайте. Сущность есть, во-первых, простое соотношение с собой, самой, «Чистое тождество». А тождество мы уже знаем, что это тождество различного. Чистое – это не значит, что это тождество неизменное. Это тождество, которое... Тождество отличается от тождества, от себя самой. Так, это есть то её определение, со стороны которого она скорее есть отсутствие определений. Во-вторых, подлинным определением служат различие. Товарищ Мальцев, подлинным вашим определением служат ваши различия с Мальцевым. Согласны? Но если у вас нет различия с Мальцевым, если вы не продвигаетесь вперёд, если вы не усовершенствовали свой мозг, если вы не углубили свои знания, то у вас нет никакого различия, и это... Согласитесь? Согласитесь? Вот я с такой грустью вы смотрите. А вот с тем, что вот ваше развитие соотношение, простое соотношение с собой. Чистое тождество. Но то же, что у вас сохраняется, когда вы развиваетесь, вы остаётесь Мальцевым или нет, признайтесь. Тождество есть? Документы вам не надо менять, никто вас не призывает менять документы. Вы развиваетесь, развиваетесь. А паспорт пусть сохраняется. Надо паспорт менять. Не надо. Не надо паспорт, не надо менять. Зачем вы? Вы меняете свое, скажем, умещение. У вас был ум, а теперь умещаете. Видите разницу? Ну и тогда нужно и менять паспорт, другой брать, если умещение уже появится. Нет, когда у вас будет умещение, вам вообще никакой паспорт не нужен. Так. Во-вторых, подлинным определением служат различия. Почему? Потому что различие всегда различия тождественного. Почему подлинным распределением? Что он так вот пропагандирует различия? А то тождество, то тождество. Что вы вот, сейчас вот вы придете, я вам буду полтора часа рассказывать, что вы равны самому себе. Полезное будет занятие? Конечно. Конечно, полезное. Вы с гордостью отсюда пойдете, с гордостью поднятой головы. Но вы еще имеете возможность еще более гордо отсюда выйти, потому что у вас подлинное определение различия, различие от вас же будет. Вы отличаетесь от самого себя в своем развитии. Печально. Вот это сила, да? Печально. Это вам печально, а всем другим радостно. Ну, я чувствую, вы не в развитиях хотите уйти, а в развитии. Другие начальщики хотят мне доброго. Вот. Подлинным определением служат различия, и при том отчасти, как внешнее или безразличное различие. Вот если вас не устраивает безразличное различие, еще вы волнуетесь. Безразличное различие берите и все. Это совершенно безопасно. Разность вообще. Мы с вами разные люди, и все. Разность. И тогда никакого спора нет. Правильно? Вот вы же не я, а я не вы. И все. А когда я вам начинаю доказывать, что и вы человек, и я человек, так вы что хотите сказать, что мы вообще один человек? Тут это более сложная задача. А вот мы разные люди, и все. Но люди. Вот люди опять тоже вот это мешает. Вот это тоже. Все равно никак его не убрать. Если бы кошки стали или какие-то, или лошади. А то все люди и люди остаются. У Маркса есть такое высказывание. Индивиды, производящие в обществе. Вот действительно исходный пункт. Ну и куда эти индивиды, производящие в обществе, из этого исходного пункта пойдут? Куда? К индивидам, производящим в обществе. Но больше производящим и по-другому производящим. И другие уже индивиды. А потом? А потом опять будут они как производящие в обществе И так вот получилось, они 900 тысяч лет назад начали это движение, а потом пришли в конце концов к разрушению первобытно-общинного коммунизма, который был 90 тысяч лет, и получилось рабовладение. А дальше что было? Опять это всё от себя к себе движение шло, от рабовладения к рабовладению. Разное же было, развивалось же всё науки, искусство, формы борьбы. Борьба даже с рабством была в лице товарища Спартака. И в-третьих, это значит разность или противоположная разность, или как противоположность. Вот смотрите, какая разница. Разность, различие, противоположность и, наконец, противоречие. Во, сколько категорий, вот всё это надо пройти. Разность. Разность, это мы просто разные люди, и всё, какие разговоры, ни о чём не надо говорить. Разные. Вы не я, я не вы, и всё. Мы разные люди. Потом у нас различия есть, а различия только в тождестве бывают. Мы все члены одного кружка, правильно? Ну, мы различные члены. Противоположная разность. Противоположность, это противоположность. Кто выступает против диалексики, поднимите руку. Пока мы не обнаружили это противоположность. И в-третьих, как противоречие. Противоположность рефлектируется в самое себя и переходит обратно в своё основание. Ну, раз своё основание, то это противоречие. Оно никуда не девается, всё противоречиво остаётся. И всё это называется определённые сущности или определение рефлексии. Конечно, это нам незнакомо. И, конечно, вот вы, если увидите или лекции какие-то по философии, которые читают, обычно до этого никогда дело не доходит. Какие-нибудь три закона сформулируют диалексики, которые просто лежат как на поверхности, ниоткуда не выведены. И всё. А тут вот идёт дальше Гегель. Это разбирает по очереди. Вот начинается тождество. Начинается тождество. Казалось бы, чего-то слойного. Сущность есть простая непосредственность. Это страница 367. Как снятая непосредственность. Простая непосредственность. Как снятая. То есть она не очень простая. Снятая непосредственность, на самом деле, предполагает уже снятие. Её отрицательность есть её бытие. Но то, что отрицательное, оно есть же. Поэтому её отрицательность есть её бытие. Она равна самой себе в своей абсолютной отрицательности. Вот, товарищ Мальцев, вы равны самому себе в своей абсолютной отрицательности? Что-то вы тут, я смотрю, что-то вы не сразу отвечаете. Я чувствую, вообще вы равны самому себе в своём молчании. А молчание – это же ваша отрицательность. Вот вы равны самому себе этой отрицательности. То есть, когда мы говорим о категориях сущностей, о них надо всё время показывать, что они – это не категория бытия. С категориями бытия мы покончились. У нас закончилось учение о бытии. Сущность есть, следовательно, простое – тождество с собой. А тождество с собой – это положительного или тождество с собой отрицательного? Сущность – это отрицательного. Сущность – это тождество отрицательного с собой. Потому что это отрицание бытия. Это отрицательное. Вот оно – тождество с собой. То есть, ваша сущность сохраняется, как отрицательное. Но вы не расстраивайтесь. Как человек у вас положительное, как бытие. Всё нормально. Никто вас не трогает, никто вас не объявит отрицательной фигурой. Фигура у вас положительная, а сущность отрицательная. Чего она отрицает? Отрицает ваш внешний вид и отрицает, так сказать, всякое несущественное. А существенное сохраняет. Вас это устраивает, что всё у вас сущностное сохраняется, неизменно, и развивается. Потому что если оно не развивается, оно и не сохраняется. Правильно? Мозг, например. Или мысль. Если она развивается, она сохраняется. Если она не развивается, он мозг, ну так человек застрял. Это тождество с собой. Есть непосредственность рефлексии. То есть, это удивительное сочетание фразы «непосредственность рефлексии». Рефлексия разве бывает непосредственной? Это же категория сущности. А вот она непосредственность рефлексии, поэтому и выглядит как тождество с собой. Потому что она непосредственность может быть только в глубине. Она никак не выскочит. Она непосредственность рефлексии может быть только глубинной. Вот на уровне рефлексии она и остаётся равной саму себе. То равенство с собой, которое устанавливает себя к единству. Но это одна и та же. Это равенство с собой. А чистое установление себя самого и в себе самому – существенное тождество, а не такое поверхностное, как некоторые думали. И дальше вот он разбирает абстрактное тождество, то, что нам всем знакомо. Чтобы отличали люди, это абстрактное тождество, когда А равно А, или 2 равно 2, или 3 равно 3. Вот несмотря на то, что это уже все привыкли, когда изучали математику, что 2 равно 2, но если вы будете рассматривать идеальное понимание этих чисел в голове, вы никогда не напишите 2 и 2 одинаково. Никогда. И если вы будете писать равенство 2 равно 2, у вас слева одни координаты будут, это первые двойки, а справа другие координаты. И нынешние, скажем, припоры, которые используют просто такси, это запросто могут определить, что вот если вы здесь написали 5, а здесь 5, это вообще разные, и в разных местах находящиеся. А вы их расположили на одной доске? А на самом деле смысл этих чисел в том, что они на доске? Поэтому то, что в формальной логике это равенство, и тут вот, несмотря на то, что это написано в Гегеле, тут никакого равенства нет. Нет такого равенства. Ничего равного нет. Абсолютного равенства ничего нет. А тождество есть. А что такое тождество? Тождество различного. Вот это пожалуйста. Тождество различного есть. А равенства нет. Поэтому даже равенство в смысле, вот когда говорят в классике, равенство в смысле уничтожения классов. Классов не будет. А полное равенство людей. Я что вам хочу сказать, как членам кружка, что это надо почитать внимательно, так сказать, с хорошим настроением, потому что это всё, несмотря на то, что мы вот занимаемся в кружке и так далее, и понимаем, что сущность это не бытие, но к этому надо ещё и привыкнуть. То есть как бы вы вот с изнанки рассматриваете всё, со стороны отрицания, а не со стороны утверждения. А тождество есть. Тождество чего? Различного. Различного – это отрицательная формулировка. Различного. Они различаются друг от друга. Одна не другое. А другое не одна. Правильно? Поэтому тождество – это тождество различного. А равенство – это учение об отрицательной формулировки. Там равенство, там есть. А здесь только тождество. А различия? А если там различия тождественные? Мы разные люди. Но мы люди? Люди. То есть различия тождественные. Мы различные люди. Если говорят «разные люди», это не хотят говорить, чем отличаются. А если хотят сказать, чем отличаются. Мы различные люди. А дальше подробно будем рассказывать, чем вы отличаетесь от меня. Или я чем отличаюсь от вас. Это другая уже формулировка. А если достаточно того, что разные, чтобы долго не говорить, мы все здесь разные люди. Никто вас не заставляет отказаться от своих намерений, своих привычек, своих приёмов, своего способа мышления и так далее. Потому что с одной стороны. А с другой стороны, тождество человека, который занимается в кружке или самостоятельно изучает науку логики, он же тот же самый человек или не тот же? Вот я… А вот другой человек говорит, скажи так, а я изучил науку логики, стал другим человеком. Это плохо. А вы вот как были, товарищ Мальцов, таким остались. И что тут хорошего-то? То есть вот это же мы изучаем, это же что меняется? Внутренний мир ваш меняется. Ваше восприятие. То есть вы становитесь богаче. Вы против богатства? Но человек хочет обогатиться знаниями. Я вот всё это изучил, диалектику, наконец, освоил и стал другим человеком. Это плохо, что ли? По-моему, я не знаю ещё, по-моему. Вот плохо тот солдат, который не хочет быть генералом. И плохо тот член кружка, который изучает науку логики и не хочет стать, так сказать, диалектиком. Правильно? Различие. А различие чего будет? Дождественного. Различие дождественное. Страница 370. Абсолютное различие. Различие есть та отрицательность, которая присуща рефлексии в себя. Рефлексия в себя – это значит, что вы себя в себя и отразили. Ничто высказываем посредством дождественной речи. От ничто к ничто. То есть от ничто плохого у вас есть? Отсутствие чего-нибудь плохого есть? Нет, нет. Нету? То есть у вас всё плохого, у вас переполнено всё, вся их голова, всё абсолютно. Да. Ну тогда, значит, выходите с этим багажом. Но главное, чтобы не прибавлялось. Поэтому, чтобы вот равенство у вас состояло в том, чтобы не прибавлялось у вас этого плохого в голову. Вот и всё. Это будет движение от ничто к ничто. Сейчас же у вас ничто в голове. Жизнь наша – это постоянное движение к ничто. Нет, это вы хотите кусочек только погадать. А вы с самого начала начинаете. От ничто к ничто, а не просто к ничто. От ничто к ничто. Посредством тождественной речи. Существенный момент самоотождества, который в одно и то же время определяет себя как отрицательность самого себя и различна от различия его. От различия. Это различие. Есть различие в себе и для себя. Абсолютное различие. Различие сущности. К курсивом. Мы различаем. Различие на личном бытии – это совсем другое. Или человек, или бревно. Вот это различие сущности. А человек, когда отличается от человека, сам от себя отличается, потому что у него идёт всё вот это вот обучение, например, оно всё идёт в таком процессе, когда вы в своём знании, понимании, в своём мозгу двигаетесь от себя, как изучившего известный круг понятий и являющихся диалектиком, но к более высокому чего? Кому более высокому? Это к себе же. Вы же изучаете. Если вы ко мне, что ли, изучаете, кружок, если я его веду, вы же ко мне идёте? Нет. Ну, человек, который изучает, вы к себе же идёте? Ну. А я кто такой идёте? А я вроде как костыль. Ну, кто-то, ну, кто-то, как-то идти иногда тяжело бывает, прихрамывают люди и в умственных вопросах. Тут вот весь человек какой-то в роли кочергии. Ну, вот это руководитель кружка. Потому что я же не могу вместо вас развиваться. Я могу сам развиваться, но вместо вас никак не могу. Различие в себе есть соотносящиеся с собой различия. Таким образом, оно есть отрицательность самого себя. Ну, это на самом деле, это выражение, наконец, по-русски изложено, то, что как человек развивается. Он же меняет сам себя. Вот вы себя же меняете. Вот когда вы думаете, сидите, вот думаете, обдумываете, изучаете, высказываетесь. Правильно? Вы же не меня меняете. Вы меняете себя. Ну, так есть движение к себе, к себе. Другое дело, что вот такой формы нигде не найдёшь выражения. Здесь у него расписано, что делает человек в ходе своего изменения, оставаясь этим же человеком. Но, оставаясь этим же человеком, вы уже не такой. Правильно? Ну, если человек вот развился, умнел, более, так сказать, развитым стал. Это и есть не просто различие. Различие есть само же оно и тождество. Ну, понятно. Различие тоже есть оно. Это мы уже знаем, это усвоили. Различие, взятое таким образом, как единство себя и тождество, есть в самом себе определённые различия. А потом, значит, вот он берёт более детально, страница 374, разность. Тождество распадается в самом себе на разность. А разность очень просто объясняет. Мы разные с вами, или у меня разные мысли. И что я сказал? Ну, что они разные. Ничего глубокого я не сказал, если просто разное показывают. Моментами различия служат тождество, и само различие снова подчёркивается. Это уже в разделе о разности. А внешнее тождество – это есть одинаковость, а внешнее различие – неодинаковость. Вот у вас одинаковые мысли были, а теперь они у вас неодинаковые. Одно сложнее или другое, по крайней мере. Вот он всё это разжёвывает. Поэтому вот я не очень понимаю, говорят, как это так непонятно, он пишет. Да он вообще разжевал уже, я не знаю как, всё разжевал. Но вот там, где он это разжевал, это именно… Вы где-то видели, что кто-то это изучал? Мы уже давно в кружке занимаемся, но мы вообще до этого ещё не доходили, да. До вот этого уже. Хотя мы даже и мимо проходили, и через перескакивали. Внешняя рефлексия соотносит разное с одинаковостью и неодинаковостью. Это соотнесение, сравнение, переходит туда и обратно. От одинаковости к неодинаковости, и от последней к первой. Это если внешнее. А если внутреннее, то, понятно, идёт то, что сложное, сложное из простых. Оно включает в себя то богатство, которое было до этого. Разность, безразличные стороны, которые, вместе с тем, суть безоговорочна лишь моменты, как моменты одного отрицательного единства, есть что? Угадайте. Повторяю. Я читаю. Разность, безразличные стороны, которые, вместе с тем, суть безоговорочна лишь моменты, как моменты одного отрицательного единства, есть что? Что? Можно я скажу? Противоположность. Страница 377. Ну хорошо же выражено. То есть противоположность. Берётся что-то простое, разность. Но они разные же. Безразличные стороны. Раз разность, они безразличные стороны. Одна сторона, вторая сторона им безразлична. Которые вместе с тем, суть безоговорничны, лишь моменты. То есть одно без другого не существует. Хоть они безразличные, но они не такие уж и безразличные. Они как моменты. Как моменты одного отрицательного единства. А что такое отрицательное единство? Одно отрицает другое, а другое отрицает это одно. Есть противоположность. То есть противоположность надо брать в этом богатстве, когда это есть одно, единство отрицательное, одна сторона и другую сторону отрицает, а другая сторона тоже отрицает. А потом, раз это одно единство, то значит в каждой стороне есть другая сторона. Так? Ну если они в одно единство. А раз в каждой стороне есть другая сторона, это значит, в каждой стороне есть противоположность. Тогда у нас не единство сторон противоположностей, а единство чего? Противоположностей. Вот вам и борьба, и единство противоположностей. Вот вам знакомая формулировка, которая, как говорится, пишется на заборах, и которая везде валяется. Вот это вот все пишут. Но выведения нету. И понимания этого нету, что единство противоположностей в том-то и состоит, что каждая противоположность содержит и ту, и другую сторону. Вот Мордовия. Валерий Александрович содержит в себе меня, Попова Михаила Васильевича. И смотрит на меня. А я смотрю на него. И я тоже в своем мозгу содержу Валерия Александровича Мордовина. Но мы же разные люди. Это вот противоположность. Противоположность на юриде присутствует. Но эта противоположность не означает, что это связано с какой-то там дракой, борьбой и так далее. Это означает... Это не значит противостояние. Нет. Борьба о противоположности. Это может состоять в развитии совместном. Борьба. Смотря за что боретесь. Если вы боретесь за противоположные идеи, то да, тогда будет борьба. Противоположности другая. А если это борьба за интересы, скажем, рабочего класса, и мы вместе боремся, это что? К чему это приводит? Это приводит нас к единству. Противоположности, правильно? Но не пропадают эти противоположности. Вот это я, так сказать, уже добрался до 377-й страницы, а тут примечание, для тех, кто не понял, начало разности еще. То есть, настолько подробно все расписано. И вот, наконец, противоположности. Давайте я зачитаю. Что такое противоположность в 380-е? Мы уже слышали про эту противоположность тысячу раз. Правильно? В противоположности определенная рефлексия, различия завершена. Противоположность есть единство, тождество и разности. Ну, правильно, они-то есть, и разные они. Вот мы разные люди, правильно? Ну, мы люди? На чем будем настаивать? На том, что мы люди, или на том, что мы разные? Давайте решим. Разные люди. А? Разные люди. Нет, вы как-то тут уворачивайтесь от такой постановки вопроса. Все-таки на том, что мы люди будем на этом настаивать, или на том, что мы разные? Да разные и бревна разные. А вот люди, чтобы вот люди, два совершенно, два этих субъекта, их были люди. Да, люди – это тождество. Потому что здесь вот эта разность заключает в себе тождество. Что и ты, вы человек, и я человек. Или так, вы человек, а я руководитель кружка. Это смешно получается. Так, дальше идут всякие примечания, которые полезно читать. Они ни на что не претендуют. Они ничего не деклобируют. Они у вас заслужены. И, наконец, на странице 387 – противоречия. Вот сейчас я бы вот после этого разбега, если спросил кого-нибудь, что такое противоречия, то, наверное, вы бы затруднились. Именно потому, что тут уже мы столько наговорили, что уже теперь вопрос повис. Что ж такое противоречия? Что такое противоречия? Только две противоположности. Справа одна, слева другая. Это правую на полочку, а левую – в чемодан. А? Единство противоположное. Единство. Единство противоположное. Единство противоположное. О, один настаивал на единстве, другой на борьбе. Потом они соединились в одну группу. Так, противоречия. Вот давайте почитаем, что пишет Георг Вильгельм Фридрих. Страница 387. Различия вообще содержат в себе обе свои стороны, как моменты. Это что такое, как моменты? Как исчезающие, правильно? Как отрицающие сами себя и переходящие в другое. А не так, что они такие вот устойчивые, правильно? Как моменты. В разности они равнодушно… Это различия, как моменты. В разности они равнодушно распадаются в рост. Это одно, это другое. Одно, другого. Разница. В противоположности, как таковой, они суть стороны различия. Стороны. Они вообще неразделимы. То есть, стороны различия в этой противоположности неразделимы. Определённые лишь одна через другую. Одна через другую. Вот я считаюсь руководителем кружка диалектики. Если никто в этот кружок не будет ходить, значит, сразу выяснится, что никакого этого… Никакой я не руководитель, никакого кружка. И наоборот. Вроде есть… Собрались люди, а я не явился. Тоже как-то мне очень солидно получается. Что это какая-то деструксивная позиция или политика такая. Или человек заболел. Что случилось-то? Суть, стало быть, лишь момент. А момент – это что? Момент – это то, что существует только вместе с другим. Вместе с другим. Но они вместе с тем также и определены в самих себе. Они хоть и вместе, но своё-то они имеют. Как безразличные по отношению друг к другу. Нам вообще не важно, кто вы. А вам не важно, кто я. А нам важно, чтобы мы изучили науку логики. И взаимноисключающие. Ну, если я, так я. А если вы, так вы. Мы же всё-таки понимаем, что при всём единстве вы остаётесь с одним человеком, я остаюсь с другим человеком. И никуда это не денешь. Они суть самостоятельное определение рефлексии. Одна сторона есть положительная, другая же отрицательная. Но первая есть положительная в самом себе, а последняя отрицательная в самом себе. Безразличной самостоятельностью каждая в отдельности обладает благодаря тому, что оно содержит в самом себе соотношение со своим другим моментом. Вот самостоятельность-то в чём состоит. Что вот мы каждый содержим в себе соотношение с другим. В себе содержим. Не внешним образом, что вот вы пришли, я пришёл. А вы предполагаете, что будет с кем разбирать. И я предполагаю, что будет с кем разбирать. И каждый в этом смысле предполагает. То есть, а момент это означает. Момент это исчезащее. Момент это то, что само по себе не существует. И существует и там, и там. Таким образом, оно есть вся целиком. Замкнутая внутри себя противоположность. Противоположность. Каждый вот, каждый тогда здесь замкнутая внутри себя противоположность. Ну что, товарищ Мальцев, вы оказались замкнутым внутри себя противоположностью. Не знаю, как вы на это среагируете. Что-то вам это не понравилось. Замкнутая внутри себя противоположность. Это неплохо, потому что противоположность, если вся замкнутая, это значит, всё вы забрали, всё забрали с потрохами. Всё. Вместили в свой мозг, это хорошо, берите. Не опасайтесь. То есть, на самом деле, если речь идёт о борьбе противоположностей, то каждая сторона содержит в себе другую сторону. Каждая содержит. И всё противоречие в целом. Потому что она не где-то идёт борьба противоположностей, а в противоречии. Почему противоречие великая такая категория? Это же моменты, стороны. Это не то, что вы отпилили, это вот ваша сторона, это моя сторона. А эти стороны существуют одна через другую. Вот что здесь важно. Самостоятельное определение рефлексии есть таким образом. Противоречие. Вот он не просто бухнул, Гагельш. Вот противоречием называется то-то. Нет. Он сначала показал, что самостоятельное определение рефлексии, и вот это одна и та же рефлексия, есть противоречие. Таким образом. Различие вообще. Есть уже противоречие в себе. То есть оно просто ещё не раскрыто. Если есть различие, то есть противоречие. Ибо оно есть единство таких, которые суть лишь постольку, поскольку они не суть одно. Единство таких, которые не суть одно. И разъединение таких, которые суть лишь как разъединённые в одном и том же отношении. То есть и так их нельзя взять раздельно, и в другом отношении тоже нельзя брать их, только слитые. Но положительное и отрицательное – суть положенная противоречия, а положенное – это двигающееся одно к другому, полагается. Так как они, как отрицательное единство, сами суть полагания самих себя. И в этом полагании каждое есть упразднение себя и полагание своей противоположности. Если единство противоположности означает, что они себя устраняют и полагают противоположности, а полагая противоположности, они себя снова возобновляют. Они составляют определяющую рефлексию, как исключающую, так как исключение – есть единое различение. И каждый из различённых, как исключающие, само всё исключение, то каждый исключает себя в себе самому. Вот к чему мы вышли. Исключает. Но не исключил, а исключает. Это противоречие. Вот оно в таком, вот так оно и живёт. Каждая сторона содержит в себе исключающую рефлексию, исключает другую. И это одна сторона противоречия исключает другую. А другая сторона исключает эту. И тогда, раз она исключает другую сторону, то она исключает противоречие. И другая сторона исключает противоречие. И вот такие, сказать, две дикие собаки между собой грызутся, исключая друг друга, и всё противоречие. И в этом борьба противоположной цели. Скажем, классовая борьба – это яркий пример вот этого самого классового противоречия. Вот там вы и видите. То есть человек, если хочет, скажем, рабочий класс, он должен мелкобуржуальность у себя выгрызать. И буржуазность, если он хочет победить буржуи. А если он хочет победить буржуев, а потому что ему хочется стать самому буржуевым, то он тогда на самом деле не борется против буржуазии. А он, так сказать, такой вот, по сути, сторонник буржуазии, просто он неудачник. А это удачники. Вот у них там получилось, они где-то хапнули в 90-е годы, и теперь они всех эксплуатируют. А он обозлённый этим. Так дело не в том, чтобы быть обозлённым, а дело в том, чтобы, так сказать, вести борьбу в соответствии со своими интересами. Ну вот здесь, Гегель, подчёркиваю, что если вы разбираете противоречия, то имейте в виду, что противоречия сороны единые, одна в другую переходит. Не может быть такого противоречия, в котором бы, так сказать, сороны были изолированы такие, а между ними там какой-то проход, пили-переход. Знаете, как бывает, два колпака, а между ними можно пройти. Нейтральная полоса. Нету никакой нейтральной полосы. Если будем рассматривать каждое из этих двух самостоятельных определений рефлексии в отдельности, то положительная есть положенность, как рефлексированная в равенство с собой. Положенность, которая не есть в соотношении с некоторым другим, стало быть, устойчивое наличие, поскольку положенность снята и исключена. Но тем самым положительная обращает себя в соотношение некоторого небытия и в некоторую положенность. Таким образом, оно есть в том противоречии, что оно, как полагание той лица с собой, обращает само себя через исключение отрицательного в отрицательное чего-то. И, следовательно, в то другое, которое оно из себя исключает. То есть, вот эта вот, так сказать, неразрывность здесь всё время присутствует. Мы дошли до пункта на странице 388, где говорится, Отрицательное есть следовательно целое, как противоположение самодавляющее, противоположение. Есть абсолютное, не соотносящееся с другим различие. Это различие, как противоположение, исключает из себя тождество. Но, тем самым, оно исключает само себя. Ибо, как соотношение с собой, оно определяет себя, как то самое то лицо, которое оно исключает. И тогда, пункт второй, противоречие разрешается. Вот эта вот борьба противоположностей приводит к разрешению противоречия. Понятное дело, в истории, в жизни, в природе, во всякой борьбе, которая может быть, она так или иначе разрешается. А как разрешается, это уже другой вопрос. По крайней мере, надо понимать, что, если это противоречие, то это действительно единство противоположностей. Не противоположных сторон, а противоположностей. А каждая противоположность – это целая противоположность. То есть, и каждая сторона в себе имеет это целое. И вот они эти два целых и дерутся. Пока не будет другого целого. Будет другое целое. Если вот удается победить вот эту сторону, то она, это целое-то останется, то из нее вот только вот в какой-то момент исчезнет. И все. Скажем, победили буржуазию. Буржуазии больше нету в качестве того, с чем идет борьба. А мелкобуржуальность осталась. И буржуазность осталась. Так что, если кто-то думает, что родимые пятна изживаются очень быстро, и торопится объявить, что ура, все, да, здравствует у нас. У нас есть развитой социализм. Хотя это глупость несусветная, потому что социализм – это не развитый, и не полный коммунизм. Если его развить, будет полный коммунизм. Еще у нас полный коммунизм был, что ли, построен? Нет. Спасибо всем товарищам за участие в сегодняшнем сложном заседании и собрании, моментами которого мы все были. Спасибо. 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 Спасибо.